Вторник обещал быть очень активным, поэтому я решила сделать для себя сытный завтрак, который я даже не доела, но было реально вкусно. Образ сегодня тоже подобрала свободный, комфортный, кеды, широкие джинсы новые, и мне так понравилось, как это все смотрится. Не знаю, какая-то очередная школьная эстетика. Я люблю сильно такие образы, особенно в те дни, когда приходится много ходить, поэтому даже взяла с собой сегодня свою гигантскую сумку от Rikki Hype. Не могу сказать, что она очень удобная в плане носки, но зато в нем много чего помещается. В планах у меня было посетить банк, слава богу, все получилось, потому что тревоги часто, и попасть сюда действительно очень сложно. Забрала свою зарплату, и дальше зашла в магазин европейских товаров и купила огромную шоколадку для Натальи Николаевны и пару батончиков для себя. Был же день учителя, мне хотелось поздравить с его тренером. Я пила кофе и работала возле работы, и знаете, так классно я сидела, пока не замерзла, как цуцик. Ну, уже достаточно похолодало. Еще цветы хотела взять и купила хризантемы. Какие же они красивые, я просто обожаю эти цветы, обалденные. И я угодила. Учителю ей очень нравится сочетание соленой карамели в шоколаде. После двух тренировок по Востоку я шла на третью, и, кстати, наблюдала стройку дома, того самого разрушенного. Приятно видеть, что это отстраивается. На ужин я зашла в супер печенюшку. У меня тут все супер просто. Но я от посещения этого заведения, так скажем, всегда получаю положительные эмоции. Сейчас расскажу, почему. Я сюда заходу крайне редко. Сюда очень часто родители заходят, потому что здесь реально очень много сладостей, печенья, выпечки, просто тьма. Просто все есть, что вы любите. Все торты, кильвер, шук, профитроли, я не знаю, все есть. И оно реально по хорошей цене действительно вкусно. То есть, если вы придете в кофейню, да, вы типа в классной кофейне, но вы там за этот эклер переплатите в 2-3 раза. Ну, это невыгодно. Если вам просто хочется сладкого, насладиться этим без всякого там пафоса, то, пожалуйста, супер печенюшка, классное место. Плюс, значит, было мало времени реально для того, чтобы поесть. Опять же, я кафе даже не рассматриваю в такие моменты. Мне нужно что-то такое, чтобы быстро и нормально, чтобы вот это более-менее адекватная еда была, а не какой-то там бутерброд из центрального сельпоста. 50 гривен, это просто идеально. Салат из бурячка и бивнушкой, причем оно вкусно. Не так, как в эти центры, что не возьмешь, что невкусно. У меня еще один батончик есть без сахара. Я сегодня думаю, могу себе позволить эти батончики, потому что три тренировки это, ну, слишком. Просто сегодня так вышло, что индивидуальное было только в этот день свободное место. Я его забрала. Салат из такси. Кофе-артку снимаю. Ничего. Жаль, что не сняла для вас новую связку, которую мы учим. Обязательно покажу ее в другой раз. После тренировки я ехала полностью забитые маршрутки. Ой, это ужасно. Привет. Привет. Кися. Приветик, приветик. Приветик. Как хорошо хранить души и умыться. Я даже передать вам не могу особенно после такого количества тренировок. У меня просто сегодня ужасная была крепатура еще с утра, когда я проснулась. Потому что вчера же у меня была Хлоя. Все моментально. Все разболелось. И прикиньте, три тренировки после Хлои. Это круто. На каблуках уже все. Просто ноги тряслись. Они просто даже не поднимались и не хотели работать. Сашка была. Ну, ничего. Я живу в себя в форме. Здоровье. Все дела. Короче. Я вообще хотела с вами немножечко поговорить по поводу комментариев под прошлым видео. Потому что я расстроилась, что женщины у нас так мыслят. Я как бы не осуждаю ничего. Я просто хочу высказать свое мнение. Мы с Лешей гуляли и смотрели там джинсы мне. И в итоге же я купила эти джинсы, которые мне понравились. И видела там несколько комментариев по поводу того, что там ужасные джинсы. Как-то можно такой купить. Мужчинам такое не нравится. Ну, по поводу ужасные я прекрасно понимала, что не всем нравятся такие модели. Это как бы такое. Все привыкли к этим, наверное, скинни и не прямым джинсам. Хотя мне казалось, что в 21 веке широкими джинсами, даже максимально широкими. То есть мои это еще такое. Никого не удивить. У нас люди все равно удивляются. Я не понимаю, почему. Боже мой, 21 век. Может быть, люди совсем не следят за окружением там или за какими-то тенденциями. И что так удивляются таким моделям. Мне искренне всегда непонятно, почему так люди шокированы. Ну, это такое. Это дело каждого. Меня смутили комментарии по поводу того, что надо одеваться так, чтобы нравиться мужчине своему. И если он тебе подсказал брать вот такие вот джинсы, значит, брить такие, а не такие, которые ты мерила. И вот я просто офигела. Неужели люди действительно... Вот есть люди, которые покупают какие-то вещи, потому что не нравятся кому-то. И вот неважно, нравится ли этому человеку эта вещь. Вот как он думает. Я не брала Лешу с собой гулять, чтобы он мне подсказал, какие джинсы взять. Мне просто было интересно, какие ему модели нравятся. Я не выбирала по его словам себе модель. Я выбирала ту модель, которую я хотела. И в моей жизни всегда так. Все, что связано с моим стилем одежды, какими-то изменениями во внешности, это все связано только с моим личным я. То есть, если я хочу подстричься коротко, а Леша это будет не нравиться, все равно подстригусь коротко. Потому что это должно нравиться мне. Мне интересно услышать его мнение, но это не значит, что я сделаю так, как он скажет. И можете считать это глупостью. Сумеряйте, что это правильно. Потому что в этой жизни сперва-наперво нужно делать то, что нравится вам. И что вы хотите. Не для кого-то, а для себя. Если вам сильно хочется для своего мужа надеться, пожалуйста. Можно вечером что-нибудь там надеть красивое. То, если вам это вообще нравится. Потому что существуют женщины и девушки, которые не тащатся от этого кружевного белья, бодиков, чулков. Вообще не нравится, она никогда в жизни это не наденет. Даже если ее муж от этого в восторге. Потому что в первую очередь нужно делать для себя. Это не эгоизм, по моему мнению. В первую очередь принадлежите себе. Вы живете для себя в первую очередь. И если вы счастливы, если вам комфортно, то реально это замечают все окружающие. И им тоже с вами комфортно. И они вас уважают как-то, как личность. Потому что если вы будете делать все, что говорит вам муж. Не знаю. Хочу, чтобы ты была в таком платье. Вот в этом ты не секси. Давай мини-юбку. Ну то есть вы теряете себя. Если вам реально нравятся эти мини-юбки, носите их. Даже если ваш муж против мини-юбок. Потому что что ж такое есть, да? Что вы хотите наоборот быть супер сексуальными и женственными. А ваш муж это пересекает. А кто-то наоборот не хочет выставлять свою сексуальность, женственность и фигуру показывать. Я вот этого не понимаю. Вот этот комментарий. Типа почему девочки, у которых есть фигура, которым есть что показать, прячутся за балахонами. Они не прячутся за балахонами. Им просто комфортно в них. Они им просто нравятся. Сегодня я в балахоне, завтра я надела мини-юбку. У меня она тоже есть. Это все зависит от настроения. А не потому что я хочу показать свою сексуальность или скрыть свою фигуру. Это не так работает. И я не знаю. Есть девочки, которые намного фигуристее меня. И они тоже носят балахоны. Они прекрасно у них выглядят. Они не теряют женственности в этих вещах. То есть, я не знаю. Для меня женственность и сексуальность это не про джинсы, не про одежду вообще в принципе. Вот. И поэтому, когда я почитала вот это вот, что надо мужа слушать в этом. Что надо деваться так, чтобы нравиться своему мужчине. Я немного прифигела. Мне как бы непонятны эти люди. Я не понимаю, как они так живут. То есть, они во всем слушают мужа. Они деваются так, чтобы только ему нравится. У меня муж такой, что, как бы вы там не считали, не знаю, что вы там всякое думаете. Он меня любит такой, какая я есть. Он может посмеяться с этих джинс, сказать, что это фу, просто кошмары, они тебя уродуют. Но чувств ко мне он не потеряет. И я ему не стану менее привлекательна из-за того, что купила джинсы, которые мне нравятся. То есть, попытайтесь как-то это понять. Я просто хочу донести тем женщинам, которые считают, что архиважно слушать мужа и носить то, что ему нравится. Что вы должны делать. Все для себя. Все. Вот вы нравитесь себе и нравитесь всем остальным. Реально, это работает. Это же, знаете, так интересно получается, что когда я ношу какие-то кроп-топы. Кроводки, кофты у меня есть такие достаточно открытые. Вы же знаете, что у меня есть такое. Все мне пишут, боже, ты любишь оголяться. Это слишком. Это пошло. Тю, блин. Теперь я надела джинсы и мне пишут, что это не сексуально. Я не понимаю вообще этих людей. Что ли шуми? Короче, ребяточки, одевайтесь так, как нравится вам. Никого не слушайте. Покупайте то, что вы хотите. Если даже вам тут сидят и говорят, не знаю, мужья, сестры, братья, мамы, папы, что это вам не идет. Это не ваше. И фу вообще. Если вы чувствуете, что это ваше, вы прям чувствуете, что да, реально, это мое. Все, покупайте, носите, вы будете счастливы. Вы одеваетесь не для кого-то, вы одеваетесь для себя. А если вы одеваетесь для кого-то, то тут надо задать вопрос, зачем я это делаю. И, кстати, широкие джинсы, это суперудобно и суперстильно. Поэтому, если вы еще не купили себе такие джинсы, настоятельно рекомендую попробовать. Потому что скини носят все, а вы будете уникальны. И причем эти джинсы классно смотрятся на любой фигуре, на любом возрасте. Я сегодня видела женщину старше мамы. Блин, она такая крутая была, даже и улыбнулась. Не знаю, она увидела или нет. Она шла в очень широких штанах. Ну, по-моему, это были не джинсы, а такие, знаете, плащевые, как у меня, и шуршащие. Какой-то там рубашки, вот она была такая стилевая. Я прям, знаете, была приятно удивлена, что женщина в таком возрасте не боится таких вещей. Мне для нее никакие не странные. Это было очень круто. Поэтому всем желаю экспериментов, смелых решений, принятия себя. И если вы и хотите прислушаться к мнению близкого человека, то прислушивайтесь как-то, я не знаю, с умом. А не просто, что он сказал, то и делаем. Все, на сегодня мой монолог окончен. Всем спасибо, я пошла... А, не отдыхать, монтировать видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok